МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. На одной волне визит главы Чувашии в Пензу закончился подписанием соглашения о сотрудничестве. Все профессии нужны, все профессии важны. Граждан Украины продолжают трудоустраивать в Чувашии. Чувашия и Пенза теперь будут двигаться по одному пути. Накануне представительная делегация нашей республики подробно изучила опыт этого региона. Принимающая страна презентовала чувашским чиновникам инновационные проекты. О чем удалось договориться и какие технологии решили взять на вооружение, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Знакомиться с Пензой гости из Чувашской республики начали уже поздним вечером. Первым делом кортеж солидной делегации останавливается на площади областной столицы. Хозяева устраивают. По-настоящему теплый прием. Слава тебе знает, слава тебе знает. Из объятий ансамбля народные песни на концерт величественной музыки. Таким органным залом не каждый регион может похвастать. В Пензе он появился год назад. Тогда столица области отметила 350-летний юбилей. Открылась здесь и новая площадка для проведения концертов живой музыки. Сейчас сюда приезжают даже звезды из-за рубежа. Мы гордимся этим залом, потому что со всех мест очень хорошо видны сцены. Ничего не завораживает. Это тоже современный комплекс для проведения масштабных фестивалей и концертов. В Пензе рады принять и коллективы из Чувашия. Гастроли пообещали устроить в ближайшее время. Мы очень заинтересованы в прямых контактах с вашей филармонией, потому что филармония у нас новая. Все работают на срочном контракте. Это очень интересно. Всех. Годовой контракт. Вот конец года будем пересматривать. Познакомили гостей из Чувашской республики и с тем, как в Пензе разрабатывают инновационные технологии. Компании, которые продвигают ноу-хау в массы, прописаны в городском технопарке Ромеев. Для последователей известного советского ученого здесь стараются создать идеальные условия. Делегации из Чувашии показывают новый проект. С помощью вот такой карты родители смогут постоянно контролировать, чем и насколько часто питаются их дети в школьной столовой. Родители не беспокоятся о том. Он питается, он проходит школу, он информирует родителей, что он пришел в школу. На ней же транспортное приложение городское. Эти разработки тоже появились в технопарке города Пензе. Искусственные имплотанты человеческих органов, клапаны сердца, легкие ткани. Чувашскую делегацию этот проект заинтересовал. В республике тоже начинают создавать нанопротезы. Но пока их испытали только на животных. На нашей территории индустриального парка тоже планируется размещение одного из резидентов, который будет производить аналогичного рода протезы. И мы должны будем таким же образом напылять их, для того, чтобы они были биосовместимы человеком. Интересовались гости инновациями в сельхозотрасли. Недавно в Пензенской области появился крупный молочный комплекс. Здесь механизировали даже процесс дойки коров. Животные встают вот на такую карусель. Технологию позаимствовали у зарубежных коллег. Только за одни сутки удается получить более 100 тонн молока. Идеи местных аграриев могут быть полезны, отметил глава республики. Подобные комплексы ничем не уступают европейским. Все вкроется в нюансы, в деталях. Здесь нужно доходить до мелочи деталей. Здесь мы видим, что они используют навоз органику. Навоз его отжимают, и остатки, которые остались, выжимают и используют для того, чтобы использовать как постилку. И вот эту часть воды, которую они используют уже на полив, кормозготовительный и так далее, получается качественная корма. Но и у Чуваша есть чему поучиться, отметил глава региона Василий Бочкарев. В Пензе действует большая чувашская диаспора. Но с нашей культурой губернатор знаком не понаслышке. Будучи студентом, он учился в Алатарском техникуме. Чебоксары достаточно хорошо благоустроенный город. Мы постоянно направляем чиновников от городской администрации, от областной, и смотрим благоустройство, застройку комплексную. Михаилу Игнатьеву тоже было о чем вспомнить. Последний раз в Пензе он был 10 лет назад. Регион изменился в лучшую сторону, отметил глава Чувашия. Два субъекта теперь будут работать сообща. Завершение визита было подписано соглашение о сотрудничестве. А в ближайшее время Василий Бочкарев пообещал приехать в Чувашию. Митрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня Михаила Игнатьева встречали в городе железнодорожников и поселке Ибресе. Подробнее о рабочей поездке в нашем сюжете. Сегодня у этих жителей Канаша с утра была одна забота. Где найти кошку, которая бы первой переступила порог их новых квартир. Рабочая поездка главы Чувашии началась с радостного мероприятия. Вручение ключей новоселам. Ими стали переселенцы из ветхих и аварийных домов и сотрудники железной дороги. Те, которые в этом комфортном доме получат жилье, конечно, у них счастье. Ждали годами. Дома сейчас строятся по новым проектам. С соблюдением всех требований энергосбережения. Это очень важно, потому что меньше будут платить уже за коммунальные услуги. Мы сюда приезжали, смотрели, как пару раз продвигалось строительство. Очень рады, потому что есть детская площадка. Это просто замечательно для детей. Этот дом – один из удачных примеров сотрудничества республики с РЖД. О дальнейших совместных планах говорили уже на вокзале. В том числе и о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Это десятки миллиардов рублей, сотни миллиардов рублей. Это наши экономики. Из Канаша глава республики отправился в Ибресе. Там, на местной ярмарке, Михаил Игнатьев оценил ассортимент продовольствий. И что сейчас актуально – цены. У населения в отсутствие много заходят? По семь рублей, по восемь. Перебирать надо, сколько труда. Среди пунктов маршрута в поселке значилась также первая школа и хлебозавод. Появлением главы Чувашии на улицах поселка жители воспользовались. И засыпали его вопросами. Темы все те же. Жилье и детские сады, нехватка врачей и очереди в больницах. Михаил Игнатьев отметил, каждый конкретный случай проанализируют и возьмут под контроль. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Рынок страховых услуг в России довольно насыщен. Однако таким направлением, как страхование жизни, занимаются около 40 компаний. Это немного. Почему это важно? Какой экономический эффект у страхования? Эти и другие вопросы обсудили сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев и президент страховой компании Метлайф. Я, прежде всего, хотел поблагодарить за то, что вы нашли возможность встретиться. Предпризнательно, что возможно такую встречу один на один. Это наша работа. Страховать, минимизировать те риски, которые есть в реальной жизни у каждого человека, у каждой семьи. Так что это нормальные рабочие процессы наши. Александр Зарецкий на встрече представлял не только свою компанию, но и Российский союз страхователей. Общественную организацию, объединяющую всех страховщиков. Глава Чувашии отметил, что самая главная честность по отношению к клиенту. К сожалению, нередки случаи, когда страховщики занижают выплаты. Если же компания работает честно, ей всегда рады. И в регионе создаются равные условия для всех добросовестных страхователей. Управление Федеральной службы безопасности по Чувашии информирует жителей республики. Во второй половине сентября оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями планирует проведение масштабного учения. В ходе отработки поставленных задач будут задействованы военная техника, плавсредства и авиация. Штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и спецслужб. Сегодня в Чувашии проживают более тысячи граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. В санатории Чувашия-курорт прошла уже третья ярмарка вакансий для переселенцев, на которой и побывала наша съемочная группа. 154 гражданина Украины обратились в центр занятости совсем недавно. А 116 из них уже трудоустроены на предприятия города Чебоксары. Рабочие места предлагают более 50 организаций города. Но без трудностей, конечно, не обошлось. Как оказалось, многие профессии приезжих не совсем подходят нашему региону. Есть горники, шахтеры, которых совсем сложно трудоустроить. Есть сварщики на каких-то подземных установках, машинисты на подземных установках. Тем не менее, предприятие исходит из того, что можно чему-то доучить и принимают. В нашем же регионе, как правило, требуются несколько иные специалисты. Инженеры, энергетики, операторы швейных машин. Требуется в основном тот же окон, готов трудоустроить более 300-400 человек. На промтрактор требуется много рабочих специальностей. Электротехническое предприятие тоже нуждается в коллективных специалистах, в электротехнической отрасли. В принципе, промышленность Чувашской республики может удовлетворить потребность всех беженцев из Украины. Однако многие из предложений остаются невостребованными. Приезжих не устраивают условия. И главное – зарплата. Претензия одна, что у многих семей есть по трое детей, и им не хватает заработной платы, которая предоставляется здесь. То есть зарплаты есть маленькие, есть более-менее достойные. Но с учетом того, что у нас 30% подоходного налога и зарплаты 15 тысяч, получается, грубо говоря, 5 тысяч уходятся в налоговое. Многие граждане Украины, находящиеся в столице Чувашии, планируют в скором времени вернуться к себе на родину. Остальные же активно посещают ярмарки вакансий. Одним из главных остается вопрос жилья. Лишь 194 вакансий включают в себя предоставление Временного дома украинцам. Но, как говорят в госслужбе занятости Чувашии, многие предприятия стараются помочь беженцам снять квартиры на выгодных условиях. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В этом году должны быть отремонтированы 177 километров федеральных автомобильных дорог. 51 километр проходит по территории Чувашской республики. Как сообщает «Вупордор Волга», многие работы завершаются с опережением графика. Оценить качество выполняемых работ отправилась наша съемочная группа. Трасса под названием А-151 соединяет Цивильск и Ульяновск. Участок со 136 по 140 километр, где на месяц раньше запланированно завершился капитальный ремонт, начинается на границе регионов и имеет протяженность почти 4 километра. При капитальном ремонте предусматривается большой комплекс работ, в том числе это и укрепление обочины, установка дорожных знаков новых, значит, дорожные ограждения, посадочные площадки, павильоны, туалеты, то есть вся необходимая инфраструктура, которая должна быть на дороге. Один из важных показателей качественной дороги – это безопасность. Вдоль ремонтируемого участка установлено 360 метров барьерного ограждения. Рядом с населенными пунктами обустроены тротуары с перилами. Дорожная разметка нанесена термопластиком. Вот перед нами находится сигнальный столбик в моркестре, такие, как говорится, самовосстанавливающие. Для чего они предназначены? Для сигнала водителям, что опасный участок. И их преимущество перед обычными, которые существовали до них, то, что при работе техники по содержанию автогридеров и так далее, они не ломаются, гнутся и потом приходят в первоначальное положение. Но основная суть работы – это усиление конструкции и несущей способности дороги, а также доведение ее до нормативных параметров. Например, на участках примыкания, съездах и посадочных площадках появились переходно-скоростные полосы. Основным методом усиления конструкции дорожной одежды здесь применялся метод холодной регенерации с добавлением вяжущего битумной эмульсии на толщину 20 сантиметров. И по усиленному слою двухслойный асфальт – это нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон марки 1 и верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон ШМА-20. По дороге А-151 ежедневно проезжают около 7 тысяч автомобилей. Упордор «Волга» утверждает, в хорошем состоянии участок трассы сохранится минимум на 12 лет. Спортивная суббота. Стадион «Энергия» открывает ворота для спортсменов, их болельщиков и просто любителей здорового образа жизни. Завтра в 10 часов утра стартует традиционная народная легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чубашия». Это уже 76-е соревнование памяти дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Андриана Николаева. Но Стадион «Энергия» эту эстафету принимает впервые. До места назначения участникам соревнований легко можно будет добраться общественным транспортом. Выходить на остановках в Дом торговли, площадь Республики, Дворец детского творчества. Кстати, на площади Республики возле старого здания Дома правительства разместится и стоянка для автобусов, автомашин с участниками легкоатлетической эстафеты. От команды участников соревнований, помимо спортивного настроения, требуется наличие единой формы и болельщиков с плакатами, штандартами и другой атрибутикой. Стадион «Энергия» ждет вас. И вновь о теме страхования. Чем может быть полезна компания «Медлайф» в нашем сюжете? А я прощаюсь с вами и желаю удачных выходных. Международная страховая компания «Медлайф» – одна из крупнейших в мире. За 145 лет работы ее клиентами стали более 90 миллионов человек. Основное конкурентное преимущество – долгосрочные программы страхования жизни и высокие выплаты. Только в России компания «Медлайф» за прошлый год выплатила по страховым случаям около полутора миллиардов рублей. По мнению специалистов, компания «Медлайф» современный человек не может позволить себе три вещи – умереть слишком рано, прожить слишком долго, заболеть слишком тяжело и все это без страховки. На все эти случаи у компании есть предложение. Финансовый консультант поможет составить своеобразный бизнес-план жизни каждого человека. В каком возрасте, по какому поводу лучше страховаться. За 20 лет работы в России компания «Медлайф» составила такие бизнес-планы для двух миллионов граждан страны. Чуваши и количество клиентов также растет в соответствии с прогнозами. На сегодня у нас 2000 клиентов, действующих полисов, клиентов. Прогнозы – это такие же среднероссийские, рост бизнеса 50% каждый год. Мы можем сейчас удвоить вот этот результат, чтобы у нас сейчас 43 консультанта, и мы можем это удвоить. И база для этого существует. Мы переезжаем сейчас в новый офис. Фактически офис в два раза больше того, что сейчас есть. У нас для даже новичка хороший стабильный доход с первого месяца. Мы с гордостью можем сказать, компания выполняет все свои обязательства. Необходимо отметить, что дочерняя компания в России абсолютно финансово независима от международной страховой компании «Медлайф». Следовательно, никакие негативные процессы, вызванные международной обстановкой, на российских клиентах не отразятся. Подробнее о том, насколько актуально сегодня долгосрочное страхование жизни, в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова